Всем привет. Меня зовут Павел Гладков. Я работаю в команде автоматической модерации. И сегодня хочу рассказать про то, как мы используем машины обучения в модерации, какие-то показать практические примеры и рассказать про общие подходы, которых мы стараемся придерживаться для того, чтобы все это хорошо работало в жизни. Ну, прежде всего, зачем нужна модерация? Вот такой вопрос. Поднимите руки, кто пытался подать объявление на Авито, и вас заблокировали и отклонили. Ну вот, есть такие. Хорошо. В общем, почему так происходит? На Авито очень много разных правил. Они родились не просто так. Они для того, чтобы поддерживать общий порядок на площадке, чтобы все играли по одним правилам, чтобы объявление было легко найти, они лежали все в правильной категории, и для того, чтобы защититься от юридических рисков, чтобы через вид они продавали наркотики, оружие и прочее. Нам это ни к чему. Объявлений очень много. Их больше 50 миллионов активных объявлений на сегодняшний момент. Все их надо проверять. Вопрос, как это делать? Очевидно, что просмотреть все эти объявления не представляется возможным людьми, потому что каждый день происходит несколько миллионов событий, которые изменяют контент на сайте. Поэтому этот процесс надо автоматизировать, можно автоматизировать, и для этого существует моя команда, команда автоматической модерации. Как схематично это работает? Все объявления проходят через систему автоматической модерации. В ней крутятся модели, которые проверяют наличие или отсутствие того или иного нарушения. То есть на слайде есть самые популярные нарушения, с которыми борется модерация. На каждой из этих нарушений есть одна или несколько моделей, которые определяют, есть оно или нет. Если модель решает, что все хорошо, то объявление попадает на сайт. Если все плохо, то либо сразу блокируется, либо идет на дополнительную проверку людям. Важно понимать, что, вот я говорил, там работают модели, это не обязательно модели машинного обучения. То есть, конечно, там есть нейронные сети, линейные модели, деревья решений, но также это может быть какие-то просто экспертные правила, регулярные выражения, там один ив. Такое тоже есть, и это довольно эффективно работает. Но, как бы да, у нас очень много именно машинообучаемых моделей, нейронные сети, линейные деревья решений. Вот теперь более подробно про конкретные примеры. Повторная подача объявлений. Это самое популярное нарушение на Авито. В чем суть правила? Нельзя продавать товар. На один физический товар должно быть одно объявление, активное. Вот здесь на слайде пример, когда пользователь пытается создать два объявления на один и тот же iPhone. Текст немножко изменен, немножко другие картинки. Но, в целом, анализируя всю эту ситуацию, мы понимаем, что, скорее всего, речь об одном и том же физическом товаре. И это мы блокируем. Кто-нибудь знает, что такое Kaggle? Кто-нибудь, может, принимал участие на Kaggle? Вот, отлично. Есть такие люди. Но, для тех, кто не знает, Kaggle – это такая площадка для организации соревнований по машинному обучению. Разные компании выгружают свои данные и просят сообщества попытаться решить эту задачу. Посмотрите, какие есть решения. Вот три года назад мы устраивали конкурс на Kaggle как раз по определению дубликатов. Конкурс получился довольно интересный. Кто интересуется, обязательно посмотрите. Потому что задача сама по себе многогранная. Здесь надо анализировать текст, надо анализировать картинки, надо анализировать какую-то возможную схожесть аккаунтов. И все это, соединяя воедино, выдавать итоговый вердикт – дубль это или не дубль. Еще пример, где мы широко применяем машинное обучение – это работа с картинками. Ну, прежде всего, для чего нужно? Для классификации. По фотографиям мы определяем, в какой категории должно находиться объявление. Для этих целей у нас есть в Авито большая такая нейронная сеть, которую мы называем Авито.нет, которая знает про все классы, все типы товаров, которые можно и даже нельзя продавать на Авито. Есть очень подробный доклад про то, как она работает, как устроена эта сеть на Ютубе. Тоже запись с метапа, который здесь был на Авито. Опять же, кому эта тема близка, посмотрите. Надеюсь, подчеркну это что-то интересное из этого доклада. Поиск запрещенных товаров. Это в какой-то мере подзадача классификации. В общем, очень много случаев, когда невозможно по тексту понять, что продается что-то нелегальное. Вот как раз один из таких примеров. Есть фотография пистолета, просто текст обменяю на скутер, кроме как без анализа изображения не понять, что пользователь продается что-то нелегальное. И поиск контактов на фотографиях. На Авито есть правило, что нельзя размещать ссылки, e-mail, телефоны на фотографиях. Это сделано не просто так, потому что этим часто пользуются всякие мошенники, нехорошие люди, когда регистрируют аккаунт на временную симку, но каким-то образом пытаются пропихнуть свой настоящий номер телефона. Опять же, в этой задаче у нас хорошо работают нейронные сети. И вот такой пример с таким телефоном мы без проблем находим. Вот важный момент. Во всей нашей ADD-системе более 200 плюс обученных моделей разной сложности. Каждый день мы их обновляем по несколько раз. Добавляем новые, удаляем старые. И когда речь идет о таких масштабах, то обычный подход, когда… То есть речь о том, что какая-то модель должна работать годами и не терять свою актуальность. И тут важный вопрос, как это все поддерживать, чтобы действительно модели не теряли актуальность и работали хорошо. Ну, прежде всего, это нужно иметь всегда под рукой все отчеты по всем моделям. Все эти графики просто для устрашения. Они должны просто показать, что для каждой из моделей у нас есть все отчеты по ключевым метрикам, там, там, Precision, Recall, Rock Auc, в динамике по дням и в различных срезах по различным категориям. То есть для визуализации мы как раз используем табло, про которое говорил Слава. Очень удобно. Позволяет быстро разобраться в том, что происходит, что есть сейчас, что было до этого и провести какой-то анализ происходящего. Когда таких отчетов много и много моделей, то необходимо контролировать, что сервис вообще работает. И по тем, что сервис работает, я имею в виду не просто, что сервис работает и отвечает на запросы, а о том, что работает правильная бизнес-логика. То есть сервис может работать, но модель когда предсказывает ерунду и всех блокирует. Вот с этим это плохо. Для этого мы используем различные мониторинги. Ну, прежде всего, это real-time мониторинг в графане, который показывает, вот здесь в реальном времени, сколько какая модель отклоняет или блокирует объявления, отправляет наручную модерацию. И это позволяет нам обезопасить себя от каких-то супер неудачных обновлений модели. У нас был вполне реальный случай, когда в модели ошиблись знаки, меньше, хотели написать меньше, написали больше, и модель начала всех блокировать. И благодаря такому мониторингу в графане мы смогли это быстро отловить и откатить. Но есть случаи посложнее, когда, допустим, меняется… Модель не менялась, но меняются какие-то внешние обстоятельства. Например, тоже из жизни изменялась форма подачи объявлений, и в каких-то случаях, не во всех, точка на карте в недвижимости ставилась в неправильное место. Не во всех, короче, это затронуло там какой-то процент пользователей, но это их затронуло, и это привело к тому, что получилось так, что эти пользователи начали нарушать наши правила. Для модерации это был сигнал о том, что их надо отклонить, эти объявления. Опять же, вот по такому отчету это было невозможно понять, потому что количество тех, кого затронуло, было не очень велико. Но благодаря другого типа мониторинга, оффлайн-мониторинг, который на базе Tableau, мы смогли увидеть, что поведение, вот то, что я показывал, эти графики в Tableau, там можно настраивать алерты, когда поведение какого-то графика сильно меняется. Вот поведение одного из графиков по этой модели сильно изменилось. Нам пришло уведомление в Slack. Мы, опять же, увидели, что есть проблема, сигнализировали и разобрались. Вот. И еще третий момент, который тоже очень важен, это воспроизводимость и переобучаемость моделей. Когда вы работаете над… Когда у вас несколько сотен моделей и целая команда дезинтистов, то подход, когда просто что-то быстро обучили в iPad и ноутбуке, он перестает работать, потому что сложно это становится поддерживать, переобучать, держать в актуальном состоянии. Для решения этой проблемы мы у нас в команде используем внутренний фреймворк, который называем Академия. Там собран весь код для переобучения моделей, для работы с данными. Код всегда в актуальном состоянии, рабочий. Легко переобучать модели, проводить быстрые эксперименты, что-то менять благодаря докеру. Легко создавать нужное виртуальное окружение и ставить нужные пакеты. Благодаря Luigi можно задачи разбивать на подзадачи, которые параллелятся и кэшируются промежуточные данные. Опять же, это очень сильно экономит время. И все это очень сильно облегчает работу. Быстро про инструменты, которые мы используем в команде. Очевидно, что все возможные библиотеки машинного обучения, которые только доступны, вертику для хранения и извлечения данных. Используем SQL широко в нашей работе. Для быстрых прототипов в битер-ноутбуке и для визуализации табло и графа, как уже сказал. На этом все. Буду рад ответить на вопросы. Здравствуйте. А у меня вопрос насчет запрещенных товаров. Можно говорить? А где? Я вот, вот, вот. А вот смотрите, ведь если сверхученированная сеть легко обмануть, если мы на изображение добавим шума, то сверхученированная сеть не сможет распознать какой-либо класс. Что вы делаете в этой ситуации? Хорошо вопрос. Такого еще никто не делал. По крайней мере, мы с этим не сталкивались. Нет, у нас есть механизмы, которые позволяют нам находить даже те пропуски, которые модель не находит. У нас есть контроль качества, который выходит за пределы модели. Но я думаю, если такое найдется, то мы что-нибудь с этим придумаем. Чтобы это реализовать, человеку, который будет пытаться это сделать, нужны будут знания, хотя бы базовые, как работает наша модель, какую архитектуру мы используем, и как вообще она обучена, и что для нее важно. Если эти знания будут, тогда есть шанс, что действительно такая атака произойдет. Без этих знаний это на порядок сложнее. Но пока так никто не делал. У нас тут есть вопрос. Здравствуйте, меня зовут Антон. Вопрос такой. Что для вас страшнее, пропустить плохое объявление или не пропустить вполне нормальное объявление? Какую метрику вы приоритизируете? Вот. Хороший вопрос. Зависит от нарушений, с которыми мы боремся. То есть есть нарушения, которые для нас не так страшны. Например, пользователь разместил объявление в неправильной категории. То есть это очень массовое, очень распространенное нарушение. Но если мы какое-то объявление пропустим, это для нас не очень фатально. Тут нам скорее важен precision в какой-то степени. Вот. Мы это уже делаем. Мы переносим в правильную категорию. И да, в каких-то случаях уже такие пользователи не отклоняются. Это вот буквально, может быть, где-то полгода назад такое уже работает. Вот. Возвращаясь опять же к твоему вопросу. В ситуациях, когда мы пытаемся найти какие-то запрещенные товары, здесь мы уже несем возможные юридические риски. И тут нам важен уже recall. То есть мы можем где-то проиграть в precision, но важно найти все, что может быть запрещено. Всем привет. Меня Дима зовут. У меня вопрос такой не про фильтрацию. И, может быть, это для дата-аналитика вопрос. Просто не успел задать. Суть в том, что я пользователь Авито. Не знаю, к какой категории меня можно отнести, но я продаю изредка свои вещи раз в сезон, какие-то старые, какой-то инвентарь спортивный. То есть я деньги ни разу Авито не отправлял, не покупал платное продвижение и какие-то другие сервисы. Что вы рекомендуете таким клиентам, ну, помимо какого-то схожего товара, и что вообще с ним делать и пытаетесь как-то его привлечь к платным сервисам или оставляете его и не трогаете. Вот. И если вообще такие задачи стоят, то кто ими занимается, что для этого нужно, какие инструменты применяете? Спасибо. Так, Слава, может, ты тогда ответишь? Раз. На самом деле тут ответ-то короткий, наверное. То есть если ты частный пользователь, то мы не особо хотим брать с тебя деньги. Ну, как бы большое спасибо, если ты нам заплатишь, вот. Но мы монетизируем в основном компании, да, которые нами пользуются, зарабатывают деньги, и мы помогаем им стать еще больше, помогаем их успеху, и там мы говорим. Ну, типа, смотрите, мы вам помогли, и вы нам помогаете, ну, если упрощать, да. А частный пользователь, ну, Авито для частного пользователя быть должен 100% бесплатным. Можно мы еще зададим один вопрос? Привет, меня зовут Артем. У меня вот два вопроса, таких будет быстрых. У меня такой вопрос по поводу именно продакшена решения. Это остается также на питоне, или это уже переводится на решение, например, на Spark, на Skalu, на какой-то такой вот продакшен язык. И вот второе про именно оркестрацию, то есть использовали ли вы Kubernetes для этого, пробовали ли вы хотя бы, ну, и почему вы все-таки перешли на вот свой какой-то собственный фреймворк? Так, ну, мы используем Python и для разработки, и для продакшен решения. У нас, на самом деле, все, у нас нет такого, что есть дата-сайентисты, которые делают какую-то модельку, а потом ребята, которые умеют программировать, переводят ее в продакшен решение. Нет, все сразу пишут продакшен код. Это раз. По поводу оркестрации, да, мы используем Kubernetes. Когда я только пришел в Авито, весь наш сервис жил только на железе. Сейчас за последний год, мы, кажется, его полностью перевели уже в Kubernetes. Он живет там. Для этого пришлось переписать какие-то куски кода и оптимизировать все под это дело. Почему мы используем свое? Потому что так было проще. Ну, наверное, да. То есть мы в какой-то момент решили, что нам проще написать то, что мы хотим, чем брать что-то готовое и оптимизировать, и дорабатывать под себя. То есть это оказалось сложнее. Предлагаю два последних вопроса. Нина, тебя? Повторюсь, меня зовут Леня. Вопрос следующий. Как вы оцениваете масштаб проблемы и проидентизируете их по важности? Проблемы в модерации? Ну, в плане, да. Допустим, как вы понимаете, сколько объявлений по запрещенным товарам или сколько спама, сколько повторяющихся и так далее? Так, ну, такой вопрос хороший. У нас есть способы, по которым мы… Я не буду про них прям подробно рассказывать. По которым мы оцениваем, как хорошо работает наша модерация. То есть у нас есть отчеты, по которым мы смотрим в динамике, как меняется качество модерации в целиком. Стали мы больше пропускать запрещенных товаров или неправильной категории. Опять же, как я уже говорил, есть опасные нарушения, есть менее опасные нарушения. Самые опасные нарушения имеют самый высокий приоритет. Мы не должны пропускать ничего запрещенного вообще. А менее опасные тут уже мы смотрим на… Каждый случай разбираем конкретно. Если прям каких-то пропусков стало очень много, там, типа неприлично много, то да, это становится высоким приоритетом. Если все примерно на одном уровне, то тут уже больше такой разговор со стороны, может, бизнеса, что лучше для нас, там, что меньше пропускать. Ну, все эти случаи разбираются как бы, ну, индивидуально. Тут нет, наверное, какого-то общего подхода к решению этих вопросов. Здравствуйте. Может быть, мой вопрос прост. Но как вы создавали базу товаров или воспользовались чужой? В плане картины для нейронки. Ну, на тот момент, когда она создавалась, была уже достаточно большая история подачи объявлений в различные категории. То есть даже до того, как была внедрена модерация по фотографиям, была уже модерация по текстам объявлений. Поэтому нам достаточно было просто взять те объявления, которые были промодерированы с помощью текстовой модели или просмотрены ручными модераторами. Мы понимаем, что в них нет нарушений, значит, скорее всего, те фотографии, которые у них есть, они относятся к правильной категории. То есть вот такая была первичная база. Ну и дальше там как-то итеративно чистили, это улучшали. То есть, ну, дальше обычно такой итеративный процесс улучшения и очистки. Если два айфона, если у него два айфона, и они действительно имеют какие-то существенные отличия, два одинаковых, подать одно объявление и написать, что два айфона, если он их даже продает по одной цене. То есть может отредактировать объявление. Радоваться, наверное. Паша, спасибо большое.